В ванной комнате это была такая творческая моя тоже находка. Хотя вот этот керамогранит, у него сейчас достаточно много, большой выбор. И для меня это было реально очень смелое решение сделать именно такой. Он стилизован под ржавое железо. Потому что я хотела сделать что-то иное, отличающее от тех квартир, где я живу или жила. С такими, да, там, какими-то, может, даже цветочками. И он прям прекрасно лег. Мы его еще положили с небольшим разбегом. То есть как реально вот листы железа, которые как-то прибиты, да, к корпусу корабля, например. На полу мы положили керамогранит под цемент, стилизованный под цемент. А вот знаешь вопрос про покраску и про выбор чего-то на стены. Вот ты бы могла, в принципе, ну я вижу, что у тебя в квартиру вложен довольно немаленький бюджет. И я уверена, что ты бы нашла денег на то, чтобы, например, закрыть все стены до конца кафелем. Ну или плиткой, да, там, керамогранитом. Почему ты так не сделала изначально? Мне хотелось сделать реально по-другому. И не закрывать все керамогранитом или кафелем. И поэтому я выбрала штукатурку. Мне кажется, это уютнее создает. Поскольку помещение еще стало больше. Я же соединяла ванну с туалетом. И сделала один такой приличного размера санузел. Те стены, которые не контактируют с водой, то их можно было просто отштукатурить и покрасить краской, вот этой водостойкой того же самого цвета, как и в комнатах, чтобы все было единообразно. Ну вот мне нравится этот микс. Я прям хочу обращать внимание, потому что все эти туалеты, закатанные полностью в плитку, выглядят все-таки немножко как колодцы. И когда некоторые стены выделены другим материалом, это выигрышно смотрится. Не всегда так. Есть варианты классные. Хотелось еще добавить какой-то фишки в санузле. И я придумала добавить вот такой светильник. Это, кстати, какое-то местное производство. Он деревянный. Но мне кажется, он так сюда классно вписался и добавляет какого-то уюта в этот такой очень, я бы сказала, мужской санузел. Наташ, давай заглянем, посмотрим коммуникации, потому что иногда эти ящички открываешь, и там сюрприз все. Да, все коммуникации мы спрятали над инсталляцией, как обычно. И здесь у нас... Ну вот так, как раз такой сюрприз. Все. Мы установили фильтры на воду. Мы установили систему протечки воды. Это, кстати, очень добавляет безопасности в квартиру. И мы точно не затопим соседей, если вдруг что. Ну и там мы установили бойлер, потому что в Питере в центре все равно воду у нас отключают на пару-тройку недель летом. Поэтому бойлер нам все-таки нужен. А что там за таблетка приклеена к дверце внутри? Это раскладной тазик. Прекрасно. Вот я даже не поняла, что это такое. Супер. В ванной, конечно же, не обойтись без полотенцесушителя, потому что хочется, чтобы полотенца были теплые и сухие. Поэтому мы установили полотенцесушитель, который работает от отопления. Но летом-то отопление выключается, поэтому нужно было найти какое-то решение. Поэтому под плитку за полотенцесушителем мы проложили теплый пол, который имеет отдельный выключатель. И вот сейчас он у меня включен. И очень приятная теплая стена. И поэтому полотенчико сухое и висит, и тепленькое для принятия душа. Ну, то есть даже такие детали продумывала. Да. Молодец.